Всем привет! Рада вас видеть на шестом уроке про инкапсуляцию. Перед тем, как перейти к этой части ООП, мы разберем задание из урока 5. Нужно было создать базовый класс, добавить к нему два класса наследника и вызвать методы и атрибуты, определенные в этих классах. Сначала создадим консольное приложение и добавим к нему три класса. Создали три класса кофе, напиток и чай. Начнем с базового класса родителя напиток. Нужно добавить к нему два метода, пусть они будут типа стринг. Так, создали два метода, мы дописали модификатор паблик, потому что члены класса по умолчанию закрытые. Сегодня мы это разберем подробнее. Очевидно, что и кофе, и чай можно как налить, так и добавить. Это базовый класс. Теперь создадим классы наследники, чай и кофе. Для начала не забудем сделать наследование. Класс кофе наследует класс дринк. Написали через двоеточие. Теперь определим собственные методы атрибуты. Ну, например, добавим поле тип кофе. Также добавим метод добавить молоко. Определим конструктор, с помощью которого мы будем задавать тип кофе. То есть при создании экземпляра класса кофе, мы будем задавать его тип арабика или еще какой-то. Теперь доработаем класс чай. Он также наследует от класса дринк. Также определим ему тип, например, черный по умолчанию. Добавим метод добавить варенье. Также давайте добавим количество сахара, как поле, по умолчанию 0. И метод, выводящий на экран, что мы добавили сахар. Создадим конструктор с двумя параметрами, определяющий тип чая и количество сахара. Теперь в классе программы создадим экземпляры классов чай и кофе с помощью конструкторов с параметрами. Обратимся к методам родительского класса. До того, как мы запустим приложение, вызываем методы классов кофе и чай. У кофе это добавить молоко. А у чая мы прописали два метода. Добавить варенье, добавить сахар. Сначала вывели всю информацию о кофе с помощью метода из этого класса и с помощью родительских методов. Точно так же для чая два внутренних метода и два метода класса родителя. Мы упростили себе задачу тем, что описав класс родитель, нам не пришлось эти же методы дублировать в каждом классе наследники. А теперь вернемся к нашему шестому уроку. Сегодня мы рассматриваем инкапсуляцию. Это часть абстракции и, конечно же, важнейший принцип ОП. Инкапсуляция это сокрытие членов типа внутри типа. То есть, например, в классе мы можем определить закрытые члены так, чтобы никто извне не смог ими управлять. Например, на UML диаграмме минусом обозначен тип кофе, он закрытый. То есть, никто не может его изменить. Но мы можем работать с этим типом с помощью конструктора с параметрами, он открытый. Но конструктор без параметров по умолчанию закрытый, поэтому пустой экземпляр класса мы также создать не можем. Модификаторов доступа всего 6, но нам достаточно знать 4. Приватный или закрытый виден только внутри класса, к нему нет доступа извне. Протектит или защищенный виден только классу и его наследникам, поэтому такую часть кода можно определить в отдельный модуль. Интернал виден только в текущей сборке. И паблик или открытый виден всем, что сегодня нужно запомнить. Капсуляция это сокрытие членов типа внутри типа, чтобы ограничить доступ к некоторым данным. Реализуется она с помощью модификаторов доступа паблик, правит, протектит или интернал. Все члены класса по умолчанию приватные, поэтому мы всегда дописываем к ним модификаторы, которые нам нужны. А типы по умолчанию имеет модификатор интернал. Всем спасибо за просмотр. Следующий урок будет посвящен полиморфизму, третьему принципу ОП и самому, наверное, сложному. До встречи на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok